Драгоценные, дорогие возлюбленные, мир вам и благословение Божие. Здравствуйте! Сегодня уже есть достаточно много вопросов, поэтому... Ну, мы обычно время не тратим даром, поэтому и сегодня будем двигаться по заведенному обычаю. Ирина пишет, по Евангелию нужно всегда радоваться. Православие – вера радости. Православные должны быть самыми радостными людьми. Но и о грехах нужно скорбеть. Как определить для себя меру радости и скорби? Ну, смотрите. Там это слово о радости у апостола Павла, оно идет не одно в послании к Фессалоникийцам. Значит, всегда радуйтесь, и дальше говорит, непрестанно молитесь и за все благодарите. Сия бы есть воля Божия в Христе Иисусе и вас. То есть не говорится просто о радости, но говорится о радости, молитве и благодарности. То есть всегда благодарите, значит, всегда совершайте Евхаристию. Непрестанно молитесь, значит, усердствуйте в том, чтобы помнить Бога всегда. Ну и тогда вот радость. Какую выиграете меру определить для себя радости и скорби? Не надо ничего определять для себя. Если вас посетит настоящая радость, вас накроет, как у Льюисона есть такая книжка, настигнут радостью. Если радость вас настигнет, вы не сможете определить ей меру, как нет меры, скажем, у любви. Это все-таки Божие. И оно не нужно вынуждать из себя, вымучивать из себя натужную радость. Знаете, когда глаза злые, а рот смеется. Есть такая вот принято там на Западе, например, фотографии служебные всегда. Да, вот в ощеренном виде таком такой, все 32 зуба видно. И глаза-то, глазенки-то злые, такие буравчики злые такие, значит. Видно, что никого не любит человек такой. А, понимаешь, рот до ушей растянул, как бы все зубы показал. Не нужно из себя вымучивать. Это уродская радость, как бы такая. Не нужно из себя ее вымучивать. Бывает, что ты как бы, ну, не можешь радоваться, как Мандельштам писал. Я не сторонник радости предвзятой. Порой природа тусклое пятно. То есть речь идет о том, что познание Бога действительно веселит человека божественно. Вместе с тем познание Бога открывает в человеке глаза, взгляд, внутренний взгляд на нашу порчу, на наше несовершенство. И в человеке рождается некая смесь радости и плача. О чем сказали святые, что это радостно-творный плач. Когда тебе и горько от того, что ты такой гад ползучий, и радостно от того, что Бог любит тебя. И это все вместе. Как страх и любовь. Как пишется в псалмах. Да возвеселится сердце мое, бояйтесь имени твоего. То есть сердце веселится, когда боится Бога. То есть оно боится и веселится. Потому что в мире так не бывает. Либо боишься, либо веселишься. Если боишься, то не веселишься. Если веселишься, то не боишься. Да возвеселится сердце мое, бояйтесь имени твоего. То есть и плач о грехах, и радость о Господе. Это дары благодати. Это не вымученное, вынужденное такое. Давайте сейчас будем халилуйничать, например. Возьмем бубны, будем плясать и кричать. Аллилуйя, аллилуйя. О, там мы спасены. Такое, значит, это будет натужная, искусственная попытка выжить из себя вот эти вот какие-то капли лживой такой земной радости взамен такой, которую дает Бог. Но если Бог вам даст радость, будете радоваться. Как сказали ангелы, мы возвещаем вам великую радость, которая будет всем людям. Ныне родился вам в Вифлеевне граде Христос Господь. То есть вот, например, в рождественскую ночь нужно радоваться. Ну, как нужно. Если ты сможешь, если тебе Бог даст. Если ты не настолько оскверненный грехами, чтобы ты смог почувствовать радость воскресения, радость Рождества. В воскресенье на службе нужно радоваться, торжествовать. Ликуй, душа моя, воскреси Господь. То есть это благодатное явление. И там, где Бог дает что-нибудь благодатью свою, он дает не в меру, он не дает, а черпак норма. Он дает много, с избытком. И ты тогда веселишься божественно, да. Или Он даст тебе, например, зрение о твоих немощи и даст тебе слезы о твоих немощах, но не даст тебе отчаяния. Если Бог даст слезы, то Он отчаяния не даст. Он даст такие слезы, которые будут очищать и не ввергать в пучину такого вот этого, собственно, отчаяния, да, безнадёги. Так что принимайте это от Бога и не вымучивайте это из себя. Потому что наша личная земная радость, она лжива в отношении Господа, и наши слезки, они тоже лживы, лукавы. Это не покаяние, это другие слезы. А от Бога настоящее и то, и другое. Поэтому здесь о мере здесь говорить не получится. Но только надо, значит, иметь веру Божию и говорить, Господи, дай мне настоящую радость. И ощущать её лучше всего в дни праздничные. Или там в дни печальные Великого Поста. Да, когда такая особая тихая радость сопутствует человеку, когда весь мир погружается в молитву. Да, и здесь нет меры. У благодати нет меры. Знакомые желают, хотят крестить годовалую дочку по католическому обряду. Мотивация, насколько я знаю, в том, что пора бы уже. Но не находятся крёстные родители своей веры. Какие доводы можно предъявить родителям покориться, не заморачиваться, перезадуматься? Александр спрашивает. Я не очень понял, дорогой Александр, что именно вы спрашиваете. То есть я так понимаю, что вы православные. Ваши знакомые желают крестить девочку свою, значит, годовалую в костёле, в католической церкви. Я не понял из вопроса, они зовут вас в крёстные, или что не находятся у них крёстные свои веры. Какие доводы можно им предъявить? То есть я, простите, я не понимаю, о чём говорить, на что отвечать. То есть здесь вопрос как-то так спрятан или так сформулирован, что мне он непонятен. Поэтому пропустим. Анна пишет. Как объяснить человеку, воспитанному в Советском Союзе, что все амулеты, суеверия и другие таинственные учения, инопланетяне и т.д. – это от бесов? Но я не знаю, получится ли объяснить. Но, смотрите, Советский Союз – это был такой многолетний опыт заглаживания в душе всех этих религиозных морщин, всех неровностей, в которых, так сказать, живёт и скапливается религиозный опыт. Надо было загладить человека, сделать его стерильно чистым. Они же были против любой веры. Против иудаизма, против ислама, против православия, против католицизма, против баптизма, против всякой веры в потусторонний мир. Нет потусторонних миров. Говорил опыт Советского Союза. То есть они пытались доказать всё. То есть есть наука, нету веры. Наука доказала, не доказала, как бы, значит, вот тут работаем с тем, что доказала. Вот, и так далее. И они, как бы, последовательно вычищали, как бы, сознание человеческое от всяких таких следов мистичности. Поэтому, когда эта система, как бы, значит, она изжила себя, и будучи лживой изначально, антибожественной такой, она должна была рухнуть так или иначе. И она, конечно, рухнула, принеся много страданий всем тем, кто жил на огромной территории. Но тогда открылось поле для самой разной веры. То есть люди были абсолютно стерильные и чистые. И тогда к ним в этот дом, выметенный, но не убранный, вернее, убранный, но не занятый, ринулись самые злейшие бесы. Всё, что хочешь. Тут и колдовство, и шаманство. Кстати говоря, самые низшие формы религиозного сознания неистребимы. Вот богословие высокое, например, или монашество, они могут исчезнуть, потому что они требуют слишком много от человека. То есть монашество может исчезнуть. Может превратиться в какое-то такое, мимикрировать там что-то такое подобное, но уже не то. И богословие может исчезнуть. И всякий вид святости может исчезнуть. А низшие формы религиозного сознания никуда не исчезнут. Никогда. Это как клопы и тараканы. Они всегда будут жить. Даже после ядерного взрыва. Это вот шаманство, колдовство, заговоры, пришёптывания, амулетики, значит, такие всякие там, увяслица, значит, такие какие-то мешочки, там ладаночки, там всякие какие-то там обереги. Вот вся эта такая мышиная возня вокруг религиозных этих всех таких полудуховных явлений, она всегда будет существовать. Потому что людям тепло в этом, им удобно заниматься вот такой религиозностью. Вот я пошепчу и будет вот так. То есть сам я меняться не собираюсь. Богу великому молиться не собираюсь. Я не умею. Я даже не знаю, как его позвать на помощь. Но я вот имею заговор, мне бабушка написала, я вот пошепчу, я пошептал здесь, а вот там что произошло? Я в это верю. Или вот я буду делать вот, например, там вот так вот. Вот буду с левой ноги ступать, например, там с кровати, значит, потому что если с правой, то день не заладится у меня. И если вот я увижу там чёрного пуделя или чёрную кошку, я лучше обойду. Там пустые вёдра всякие, там, значит, там красную ниточку себе навяжу. Ещё какую-нибудь там ерунду себе там навяжу куда-нибудь. Вот в этом всём, в этой тёплой бурде человеку очень удобно жить, как жабе в болоте. Для настоящей религии у этой жабы нету полёта. Она не может поднять свою жабью голову к небесам и сказать, «Отче наш, и живи на небесе, да светится имя твое». Эта жаба никогда не скажет. А вот там квакать в этом болоте обрядов, каких-нибудь там заговоров, пришёптываний, шаманства всякого, с удовольствием. Потом, когда люди стали наукообразными, когда у них уже в голове поместились такие идеи, как межпланетные пространства, космические полёты, выход искусственного спутника Земли, там, человек в космосе и так далее, он остался по душе, остался язычником. Как был тёмный, непреображённый, тёмный, злой. Он живёт в страстях, его интересует власть, блуд, сласть, самолюбие. Всё, больше ничего не интересует. Он живёт, как дикий вепрь, как бы в древних страстях. Но он уже знает, что вот там Луна – это спутник Земли, что она обращена к Земле только одной стороной, что расстояние такое, что там в Солнечной системе столько-то планет, мы летали туда, прилетели сюда. Поэтому это же самое шаманство, это же самая тёмная дурь приходит к этому пещерному современному человеку уже в виде инопланетян, НЛО, УФО и так далее. То есть это то же самое. И этому нераскаянному, непреображённому, неочищенному, в принципе, глупому и мёртвому человеку интересно всё это, потому что это как-то объясняет ему мир. Он пытается объяснить непонятное при помощи НЛО, УФО, ИТД, ИТП, инопланетян. На самом деле это просто испарение нездорового ума. Вот как это объяснить человеку, я не знаю. Я думаю, что никак. Потому что если человек, например, поразит его какая-то хворь, допустим, пусть будь здоров, я не говорю ни конкретно ни про кого, например, человека, условно взятого, поразила какая-то серьёзная хворь, и он реально испугался смерти, вот реально испугался. Смерть – это не шутка, это очень страшно. И вот она пришла к нему, и он испугался. Но она ушла, пришла и ушла, а страх остался. И он почувствовал, что он не готов к смерти, что его там ничего хорошего не ждёт там за гробом. И он начал искать способы защититься, очиститься. И в этом поиске он дошёл до Евангелия. Начал читать Евангелие, и вдруг заплакал. Читал, читал, и вдруг заплакал. Ну, всё, считайте, что человек родился заново. А потом он начал молиться, а потом он пошёл на исповедь и принёс Богу первое в жизни покаяние. И вот тогда уже, если он уже поплакал над Евангелием, почитал Слово Божие, значит, поисповедовался, принял причастие, молиться начал. И уже задумался, призадумался человек об этой какой-то грозной реальности, которая ждёт его за порогом. Вот тогда, когда ты с ним заговоришь про эти всякие амулеты разные там какие-то. Вот был там какой-то год жабы. Вот купит себе и поставит жабу какую-то фарфоровую на тумбочку. Потом будет год петуха, он купит себе какой-то плюшевого петуха и поставит его себе рядом с жабой на тумбочку. Потом будет год какой-то козла какой-то. Он козла какого-то всё фарфорового купит и поставит между жабой и петухом как бы на тумбочку. И вот так вот будет окружён этими жабами, козлами и петухами. И будет верить в это, что это богатство приносит, что это мир в семью приносит, он будет верить, пока его не поцелует смерть в лоб. Он говорит, ой-ой-ой, как страшно, Господи помилуй. А когда он начнет каяться и молиться, и узнает, что Господь жив, и что Христос воскрес, вот тогда он сам, по-моему, заберет петухов, козлов и жаб, выкинет их в мусорник, и поснимает себе всякие амулеты, и книжки про НЛО выкинет в мусорник, значит, так он, по-моему, говорит, да это мусор какой-то, это мне вообще не помогает. Ко мне пришла смерть, и я испугался. Я обратился к этим петухам, собакам и козлам, они молчали на тумбочке. Я взял книжку про НЛО, мне еще хуже стало. Я начал там какие-то там пришептывать, то, что бабка научила, оно вообще не помогает. Но я начал молиться, да воскреснет Бог и расточаться в рази его, там, или отче наш, и я почувствовал силу, и утешение, и радость. И вот тогда им будет все понятно. А иначе ничего не понятно. Иначе мы спорим, спорим, доказываем, рассказываем. Людям это не заходит, не влазит, ни в коня корм. Поэтому пробуйте, конечно, объяснить, если можете, но имейте в виду, что очень неблагодарный труд объяснять что-либо человеку, не желающему этого понять изнутри. По словам блаженного Августина, когда ты говоришь что-нибудь снаружи, нужно, чтобы тот же голос звучал внутри. Тогда получается смычка и понимание. Но если я говорю тебе снаружи что-то, а у тебя внутри этого нету, то ты, говорю, я не понимаю, что он говорит. Знаете, как это часто бывает? Люди говорят, вот вы сегодня создали проповедь, а я именно это и думал. У меня это все было внутри. Только я-то не мог этого сказать. А вы сказали, как бы оно, как бы, встретилось, то, что у меня внутри, с тем, что вы сказали. И засияла правда, как бы, о, класс, я почувствовал, что это правда. Так оно и бывает. То есть голос внутри встречается с голосом снаружи. А если голоса внутри нет, то ты кричишь ему снаружи, а он как труп, он ничего не слышит. Как статуя. Ну, кричи статуе в ухо там, о том, что скоро будет снег. Она тебе не пошевелится, не повернется. Нужен голос внутри. А дать его человек не может. Вот такие вот дела. С шаманствами всякими. Заповедь об отце и матери о почитании, Кирилл спрашивает. Что именно слово «почитать»? Очень страшно, что нарушают у заповед, так как с родителями отношения нехорошие. Дело в том, что заповедь об отце и матери – это первая заповедь из числа относящихся к людям. Помните, что скрижали было две доски каменные с заповедями, и на первой из них было четыре заповеди относительно богопочитания, об имени Божьем, о субботнем покое и так далее. А на второй скрижали были заповеди уже о человеке. Они начинаются с отца и матери. Это первые заповеди, которые касаются общечеловеческого общежития. Дается этим нам понять, что все остальные заповеди вытекают из почитания отца и матери. Если кто-либо не почитает отца и мать, то все остальные грехи он совершит удобно. Там дальше будет и прелюбодействие, убийство, воровство, лжесвидетельство и так далее. Это родовая заповедь такая, и ее выполнение очень важно, потому что Господу Богу мы поклоняемся как источнику жизни. То есть он премудрости податель и всех благ источник, и он есть сама жизнь, он есть тот, кто живет. Имя его – жизнь. То есть он – путь, истина и жизнь. А родители наши – это ближайшие передатчики, это такие усилительные трансформаторы, через которых этот дар жизни как бы переходит непосредственно к нам. Потому что мы получили жизнь от Бога непосредственно через родителей. Поэтому почитание родителей, оно относится каким-то образом к самому Господу. То есть ты чтишь жизнь, которую ты получил, ты любишь жизнь как дар. Да, это самый сладкий дар. Дар – слышать, видеть, чувствовать, думать, узнавать, познавать – это дар. Это приобщение, в общем-то, к существующим, к сущему. Это тебе дал Бог. Да, аминь, я верю. А дал он тебе это не непосредственно, как Адаму и Еве, он их непосредственно сам сотворил, а уже всем остальным он дал через родителей. Поэтому родители – это как бы орудие Божьего действия. Почитая их, мы почитаем Бога, который дал нам жизнь. Вот, собственно, важность этого всего. Теперь как их почитать? Они бывают разные, конечно. Мама может быть психически неуравновешенная, папа может выпивать. Один из них может нас бить в детстве или оба вместе. Один из них может нас бросить, например, и привезти домой другого дядю или тетю. И мы будем коллеги с детства, получившие родовую глубокую психологическую травму. То есть сами понимаете, что здесь много всякого. Но как только вы входите в область веры, вас родители могли, например, не учить ничему. То есть, ну, в смысле религиозному. И о том, что Бог есть, вы могли узнать уже потом-потом, там уже своими путями. Но как только вы вошли в область веры, от вас требуется, чтобы вы с неким мистическим уважением, с трепетом посмотрели на этих людей, через которых Господь дал вам появиться на свет. И должны помогать им всячески с вашей стороны, что в ваших силах, в зависимости от ситуации. Вы должны хорошо думать о них, во-первых. И никогда плохо о них не говорить. Вот эти вот отношения сложные, которые могут быть между вами, они не должны никогда переходить к вам на язык, чтобы вы никому не жаловались на отца и мать. Ни друзьям, ни знакомым, там, не знаю, ни народному судье. Там отец плохой, там мать плохая. Нет, нельзя. Это отец, это мать, это священные понятия. Вот это очень важная сторона почитания. Злословище отца и мать смертью умрет. Так сказано, это правда. Ну и там все остальное, там, кормить, лечить, хоронить, молиться, значит, в случае там все. Это уже там само собой разумеется. То есть пока вы в силах, и они в силах, нужно любить и уважать. Помогать, чем можешь. Когда они не мощны, значит, надо участвовать участвовать в их немощах и терпеть их немощь. Как когда-то они терпели вашу немощь младенческую. Потому что когда вы там писались, какались там под себя в пеленке, значит, они возились со всем этим, с вами, потому что, ну, видимо, любили вас. Трудно не любить то, что вышло из твоего чрева. Значит, а теперь они, например, немощные, значит, вам нужно уделить им терпение, внимание. Ну, я уже не говорю о том, что нельзя поднимать руку на родителей, и нельзя злословить их ни в лицо, ни за глаза. Ухаживать, досматривать, помрут, молиться. Ну, что-то. А все эти сложности, которые, конечно, тут хватает сложности по самым разным причинам. Ну, что ж, нужно преодолевать эти сложности силой возлюбившего нас, силой Христа Иисуса Господа. Нужно дотерпеть. Нужно дотерпеть свою неидеальную ситуацию. Но почитание отца и матери – это действительно источник всех остальных заповедей в отношении к людям. Потому что любого старика нужно воспринимать как, как бы, скажем, отца, что ли, да, или дядю. То есть как брат отца. Любую старую женщину можно воспринимать как мать, как бабушку. То есть если ты правильно относишься к родителям, ты ко всему миру будешь правильно относиться. Ты будешь относиться к людям, как к братьям и сестрам. А к младшим – как к сыновьям и дочерям. А к старшим – как к отцам и матерям. То есть у тебя будет правильное отношение к миру. Это чрезвычайно важная вещь. Дима пишет. «Если грех в работе писать контрольные курсовые дипломы на заказ, также еще вопрос, сильно ли грешат студенты, что выдают такие работы якобы за свои?» Вы знаете, во всех видах творчества и деятельности интеллектуальной существуют негры. Существуют литературные негры. Всегда существовали. Когда люди пьют, например, человек заработал себе имя уже в сфере писательства, и он только придумывает идею и набрасывает там как бы такую рыбу, конспект. А уже кусочки разные там раздают писать там уже своим помощникам. Или там статьи разные, там аналитические какие-то материалы. То есть литературные… Есть много таких ситуаций. Это подводная часть айсберга в области литературы. Множество произведений, которые там выдаются за одно имя, написаны литературными неграми, которые просто за кусок хлеба, за копейку, значит, они делали свою работу, оставаясь анонимными. Также существует в живописи. Мастера великие и древние, они там делали общий абрис картины, композицию составляли, потом сами прописывали лики, лица и руки. Самое трудное. Там еще какие-то набрали. А остальные там всякие башмачки, пряжки, там застежки, там птичку на ветке. Это все давали ученикам. И ученики потом… И поэтому они могли там за год написать три, четыре, пять картин, потому что они делали общий план, композицию и самое трудное. Остальное все неграм. Так это как бы подмастерьем, анонимным помощником. Такие же вещи существуют в области интеллектуальной, то есть интеллектуального труда. Люди пишут сочинения, курсовые, дипломные и так далее. То есть тебе дал Бог ум, а этому лодырю, как бы, значит, он дал какие-то лишние деньги, как бы. И этот лодырь, он получит диплом свой при помощи твоего ума. А тебе Бог дал ум, но не дал денег. И ты, как бы, вот… Это совершенно распространенная вещь, как бы. Мне язык не повернется ругать того, кто таким образом поддерживает свои штаны. То есть если я, например, могу написать сочинение, статью, фильетон, эссе, размышления, критический, аналитический материал, и так далее, и так далее, и я сижу, значит, в углу своей коммуналки, вот, возле неотапливаемой батареи. И мне приносят заказы, как бы, там, и я за какие-то там деньги, не архи большие, какие-то такие скромные, там, делаю то, что я умею. Для лодыря, который не умеет этого, и он просто время экономит. Он пойдет тебе, там, в кабачок 12 стульев, значит, там, поплясать, потанцевать, попить, повеселиться, а ты пока будешь за нее работать. То есть тебя и осуждать мне здесь не за что. Ты живешь своим трудом, своим умом, и ты, как бы, ты не воруешь. А он ворует. Вот его я могу осуждать. И, конечно, сильно ли грешат студенты, что выдают такие работы за свои. Но пока они студенты, да и флаг им в руки, пусть делают, что хотят. Но когда они станут вдруг, например, врачами, а он всю жизнь, как бы, значит, писал какие-то работы, как бы, за деньги с чужими руками. Или он начнет, там, занимать какие-то должности в каких-то министерствах и ведомствах, скажем, в жилищном строительстве, например. А он вообще все лекции пропустил, и вообще не понимает, как вообще дома строятся, и зачем строятся, и что такое роза ветров, и что такое подветренная сторона, и что такое эргономичное количество жителей, и так далее. Короче, он не знает ничего. Он говорит, мне не надо. Мне это не надо. Говорит, надо законы учить. Один мне рассказывал юрист, как с ним учился другой. Он говорит, вот вышли постановления там новые, там, поправки к законам, надо все вычитать, как бы выучить. Он говорит, ты учи, мне не надо. Мне нужно знать, кому занести и сколько. Я буду жить. А ты учи законы. Вот. То есть такие гады есть как бы везде. И, конечно, здесь уже потом будет страшно просто попадать к ним в руки, если вдруг что. Если они будут врачами или юристами, или там ким-то еще ведущими инженерами, или там, или представителями власти. Это вот просто будут паразиты, упыри, которые всю жизнь привыкли жить чужим трудом. Вот здесь, конечно, да, у меня хватает осуждающих слов для того, чтобы разбомбить и раскритиковать эту безбожную систему. Потому что, в принципе, вам, тем, кто может и умеет писать курсовые, вот эти все работы, дипломные работы, вам и нужно давать дипломы, а им давать их не нужно. Но система выстроена вот так, что их дают и вам, и им. Только вам за труды, а им за другие труды. Так что здесь такое мое отношение. Прав я или не прав, не знаю до конца. Но к вам я отношусь как к работягам, которые могут и умеют трудиться. И должны в будущем заниматься по профессии, по специальности своим делом. А к этим, конечно, у меня отношение критичное. Обязательно ли перед едой молиться молитвой Отче наш? Для меня эта молитва содержит больше духовного значения, чем связывать ее с приемом пищи. Иван пишет. Совершенно верно, дорогой Иван. Есть поэтому такие, значит, псаломские слова. «Очи всех на тебя, Господи, уповают. И ты даешь им пищу о благовремени, отверзаешь ей щедрую руку твою и исполняешь ей всякое животное благоволение». Это слова из псалмов. Сейчас я не помню какого. По-моему, 67-го псалма. Но я могу ошибиться сейчас по памяти. Да, по-моему, это 67-й псалом. Это мистический псалом, такой с 9-й кофизмы. «Очи всех на тебя уповают. И ты даешь им пищу о благовремени, отверзаешь ей щедрую руку твою, исполняешь ей всякое животное благоволение». А благодарственная молитва, согласно часослову по псалтире, опять-таки, как по монашескому уставу, «едят убозии и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие его. Жива будут сердца их век века». Это благодарственная. То есть это так по монашескому, по часослову. Так что, конечно, никто не обязывает вас молиться перед едой молитвой «Отче наш». Она действительно евхаристичная. Эта молитва, по сути, предшествует пресчищению в литургии. И перед ней говорятся слова «Исподобие нас, владыка, с дерзновением неосужденно сметь и призывать тебе, небесного Бога Отца, и глагол эти «Отче наш, ижеси на небесе». Это великая молитва. Она главным образом относится к евхаристии. Кстати, вот Блаженный Августин, например, он считал, что причащаться нужно как можно чаще. И хлеб наш насущный даже нам днесь. Он считал, что это именно хлеб евхаристии, это причастие. И если ты не причащаешься, говорил он, то не проси насущного хлеба. Насущный хлеб – это вторичный дар от причащения. Сначала первый дар – это причащение, второй дар – это хлеб насущный. Если ты не хочешь причащаться, тогда не проси насущного хлеба. Поэтому есть другие молитвы. Можно просто сказать «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови во имя Отца и Сына из Того Духа, благослови Господи еду и питье. Аминь». Ну, как-то так. Ну, в общем, любая молитва здесь уместна. Но я вам уже сказал, что в чесословии находятся вот это вот «Очи всех на Тебя Господи уповают». Это и псаломские слова. В принципе, ваш вопрос вполне закономерен и разумен. Елена пишет. «И если рука твоя соблазняет тебя, отсеки её, лучше тебе увечному войти в жизнь». Как это правильно понять? Неужели нужно руки рубить или что-нибудь под этим не разумевается? Там говорится о глазах и руках, и ногах. То есть вырви глаз, если он соблазняет тебя, отсеки руку, отсеки ногу. То есть лучше, значит, хромому там или безрукому, увечному или одноглазому войти в жизнь, чем с двумя руками, двумя ногами, двумя глазами войти в гиену. Конечно, это не благословение, начали навредительство. Хотя бы потому, что опыт показывает нам, что безрукие не безгрешнее, чем рукастые. И безногие не безгрешнее, чем ногастые. Я вот, например, имею повреждённую ногу и буду хромать до смерти. Значит, я не скажу, что я стал праведнее, когда у меня ноги поломались. Значит, что я вот, так сказать, в хромом положении, что я святее, чем не в хромом. Ничего подобного. Как а было, как а есть. И одноглазые грешники, они такие же вредные, как двуглазые грешники. Поэтому даже с точки зрения бытовой пользы, как бы, члена вредительства святость не сообщает человеку. На этом основании, кстати, церковь осуждает скопцов. Те, которые считают, что до тех пор, пока у меня все органы, как бы, здоровые, и я, так сказать, мужчина, как Карлсон, в полном расцвете сил, я не могу спастись. Я буду грешить. И поэтому было такое изуверское течение в разные времена, в разных местах. И у нас было это скопчество. И ориген себя скопил, помню. Значит, когда они себя калечат, там, режут себя, там, понимаешь, по-живому, либо всё подряд, там, либо частично, церковь строжайшая, ну, не делайте этого. Таким образом, вы осуждаете Творца. То есть, вы, как бы, бросаете ему упрёк в том, что раз ты меня сделал вот таким, и вот со всем этим я спастись не могу, потому что я буду грешить. И поэтому, чик-чирик, значит, вот теперь я буду спасаться. Говорит, нет, что ты. Ты страдаешь не от того, что у тебя есть те или иные органы, а ты страдаешь от страстей и грехов, живущих в тебе. То есть, ты блудник не потому, что у тебя есть вот это и это. Ты блудник, потому что у тебя в голове мультики и в сердце гадость у тебя. И ты обжора не потому, что у тебя есть желудок, а потому что обжора. Ну, и так далее. Так что, резать себя по-живому, это значит бросать Творцу упрёк. Дескать, вот я не могу не воровать, пока у меня есть рука. Вот отсеку руку и воровать не буду. Это упрёк, Творцу. Потому что Творец говорит, нет, ты можешь не воровать и с обоими руками. Тогда, значит, возникает вопрос, а что же имеет в виду Господь наш Иисус Христос? Благословенно имя Его во веки и веки. Значит, Он имеет в виду беспощадность по отношению к себе, потому что грешнику свойственно заниматься самосожалением, саможелением, самоласканием, самолюбованием, вот это само, обращённость к себе. Сам себя люблю, сам собой любуюсь, сам собой наслаждаюсь, сам с собой ношусь, как курица с яйцом, значит, сам, значит, себя хвалю, потому что другой не похвалит, как бы, значит, и сам себя люблю, и, конечно же, сам себя жалею. Вот. И вот это самосожаление, как бы, оно оказывается вредным и вражеским для человека, то есть себя не надо жалеть. Помните, когда Господь Иисус Христос в пределах Кесарии и Филипповой, то 16 глава Евангелия Матфея говорит ученикам, что сыну человеческому нужно будет много пострадать от грешников, и убиен, нужно быть и в третий день воскресности. И Петр тогда совершенно по любви, то есть, но по человеческой любви, по такой, ну, плотоугодливой любви сказал Иисусу Христу, отвел его в сторону, говорит, Господи, пожалей себя, не должно быть такого с Тобою. И Христос с гневом его отсек, отбрил его прям, только что ему говорил, блажен ты, Симон, сын Ионин, может, тебе Отец Небесный открыл, что я Христос, да? А тут он говорит, отойди, меня с сатана. То есть не думаешь, что Божие, это же у человеческой, ты мне соблазн. Значит, Христос был чужд самосожаления, в нем не было этого полоскай себя, пожалей себя, побереги себя, как мы говорили, берегите себя, любите себя, жалейте себя, вот в нем этого не было. И он был готов идти на крест, на смерть, на страдания, на кровопролитие, на побои, на муку. То есть он был готов, закалил свое сердце готовностью перенести страдания до конца. Человеку, очевидно, тоже нужно идти до конца и не жалеть себя. Если нужно потерять кровь, руку, ногу, глаз, ухо, зубы, глаголы, суффиксы, значит, надо идти вот туда, дальше до конца, как бы, значит, не жалеть себя. Мы это видим в самых лучших представителях любого народа. Во время войны, например, люди до конца идут, герои, когда уже там, уже неизвестно, в чем душа держится, как бы, значит, весь человек израненный, искровавленный, как бы, он дальше лезет до последнего, значит, идет в атаку, значит, такой, не жалеет себя, а другой жалеет себя. В общем, это заповедь о вреде самосожаления и о готовности на лишение и страдания. То есть, нужно быть внутренне готовым к лишению и страданию. Вот так это надо и понимать. А себе наносить вреда не нужно. Все равно ноги ослабеют с годами, и глаза, ну, что толку, что они в голове там торчат у тебя, эти глаза, посаженные на свое место, как бы, если они уже не видят ничего. Поэтому вырывай, не вырывай, но все равно бесполезный будет этот глаз со временем. И руки, и ноги, как бы, значит, ты зайди в жизнь. Зайди в жизнь, то есть не жалей себя. Как правильно молчать? Алексей пишет. Это, дорогой мой, надо было бы, конечно, у монахов спросить, потому что, потому что, потому что моя работа не предполагает молчание, хотя она мне так, значит, милая, хочется помолчать побольше, подольше. Как правильно молчать? Во время молчания, значит, вот что вам скажу. Во время молчания очень важно, о чем ты думаешь, потому что мысль остановить невозможно. Вы же, особенно когда человек молчит, тогда ему более понятным становится картина мысли. Куда бегает мысль, как это, как блоха, в какие стороны скачет. и он начинает замечать за собой, что происходит в области ума. И с удивлением открывает человек молчащий, что его мысль трудно поддается контролю. Мои мысли, мои скакуны, они скачут туда-сюда. И вот во время молчания полезно ничего не насвистывать, ничего не нашептывать, не вести диалог с воображаемым оппонентом. А я ему так скажу, он мне так скажет, а я вот так скажу. То есть, вот это все, это начинается блуд ума. Это умный блуд, воображаемый блуд. Значит, во время молчания языка необходимо следить за умом, чтобы мысли не скакали, как блохи. Чтобы они более-менее держались какого-то одного заведенного порядка. Конечно, хорошо бы молиться в это время. Но это если сможете. Про одного печерского отца сказано, там радуйся, там кто-то там, допустим, Арефа, устами молчавый, умом хваливый Бога. Если получится, пробуйте. Но вот молчание, оно полезно тем, что оно открывает некие двери самопознания. И ты более-менее начинаешь понимать, какой же хаос, какой кошмар происходит у тебя в душе, в голове. Что там, какие-то совершенно неподвластно, неподконтрольные какие-то вещи происходят. Закипание каких-то страстей, какие-то воспоминания, какие-то воображения, какие-то, ты вдруг открываешь для себя странную вещь, ты как сумасшедший какой-то. Это можно достичь только при молчании, этого внутреннего погружения в свой личный хаос. И вот этот хаос нужно каким-то образом упорядочить, превратить его в космос, оформить его, сдержать. И во время молчания не нужно ничего фантазировать. Это будет благое молчание. Ну, по крайней мере, это будет путь к благому молчанию. Потому что, в принципе, молчание, это исихия, это вообще некое замирание ума, такая тишина, в которой отражается Господь. Знаете, как чистая, гладкая поверхность воды, если ее там перебаламутить, то в ней ничего не отражается, только будет рябь и волны по ней ходить. А если она успокоится, эта вот поверхность, тогда в ней отразится солнышко. И, в конце концов, молчание заключается в том, чтобы это некое средство успокоения ума для того, чтобы в этой умной душе человеческой отразился Господь. К этому движется молчание. Ну, конечно, это очень далекая задача, и для нас она вряд ли пока посильная. Ну, хотя бы не умножать грех от празднословия, потому что при празднословии не избежишь греха. Потом, хотя бы молчать для того, чтобы не грешить. Некто сказал из святых, что я очень часто жалел о сказанных словах, а о молчании не жалел никогда. Вот проверьте по себе. Я думаю, что вы тоже убедитесь, что так оно и есть. Хочешь что-нибудь сказать, потом промолчишь, думаешь, как же хорошо, что не сказал, потому что точно бы что-то не то сказал бы. Вот такие дела. Виктория, помогите, пожалуйста, пишет, разобраться, как избавиться от эгоизма и жалости к себе. Зациклено только на себе, только на своем. Это очень мучает душу. Но вы уже начали процесс исцеления, потому что вы узнали свою болезнь. Понимаете, это некое стандартное состояние человека, в особенности вот не то, чтобы раньше были другие люди, и раньше люди занимались собой, жили для себя, любили себя. Но мы об этом уже только что говорили, кстати. Но сегодня это как-то педалируется и раскручивается и считается, что это так и надо. Это норма. Идея разумного эгоизма, там такая еще английских экономистов была. Надо быть эгоистом, преследовать свои эгоистические интересы, тогда все будет хорошо. То есть ты ищешь своего, и ты ищешь своего, и мы друг другу поможем, потому что мы оба ищем своего. Вот на таком дьявольском коктейле стоит наша цивилизация. Раз вы почувствовали это, значит, вам нужно найти другого. Человек вообще с точки зрения философии, психологии, или даже логики. Человек узнает себя только тогда, когда возникает другой человек. Когда есть ты, тогда возникает я. То есть я, как нечто суверенное, отдельное, непохожее, непонятное, там, для окружающих, сокровенное, возникает, когда есть ты. Когда нету ты, то нету я. Когда есть только я и больше никого, тогда само я, перетерпевает печальные изменения. Нужен ты. И через тебя я узнаю себя. Так что вам нужен другой. Этот другой может быть кто хочешь. Это вы можете влюбиться, и тогда вся ваша жизнь будет связана с этим другим. Вы можете, там, скажем, допустим, женщина рождает ребенка, и теперь для нее жизнь разделилась над до и после. У нее вся жизнь теперь вот в этом малыше. Есть у нее другой, она уже не говорит, что ты не пойдешь никак себе в парикмахерскую, иди подкрасться, иди подмажься. Я говорю, да какой подкрасться, подмажься, у меня нет времени, я ребенком занимаюсь, я уже не думаю об этом, я просто не успеваю. А потом она родила еще одного, еще одного, и она обвешана проблемами и заботами, но ей хорошо в этом, она находит себя счастливой в этих заботах о другом, то есть нужен другой. Или там человек за кем-то ухаживает, кому-то помогает, переживает о ком-то, полагает центр тяжести за пределами себя, выносит центр тяжести за территорию своего я. Теперь центр тяжести там, в ближнем. Но теперь осталось дело за малым, вы это почувствовали. Теперь нужно найти точку приложения своих усилий и переживать о другом. А кто будет этот другой, это уже, конечно, зависит от того, каково ваше семейное положение и возраст, и здоровье, и род занятий, и так далее, и тому подобное. Людмила пишет, у меня умер гражданский муж от коронавируса пару недель назад, я читаю молитвы из молитвослова об усопших, но не могу сдерживаться и плачу каждый день, говоря, что так делать нельзя, его душа мечется и разрывается, правда ли это? Можно ли плакать за усопших и как христианки лучше вести себя в подобных случаях? Ну, надо сказать, что распространенное мнение о том, что плакать за покойниками по покойникам нельзя, это какой-то стоический бред. Невозможно не плакать о покойниках. Надгробное рыдание, творящий песен «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Надгробное рыдание – это совершенно естественное явление для отношения верующего человека к усопшему. Когда Христос к Лазарю покойному пришел, что было? Вопили все и выли, и бросали пыль в воздух, и размазывали грязь по лицу. Что сам Христос делал? Прослезился. Слышите? Скажите этим мудрецам. Пусть почитают Евангелие от Иоанна, где говорится о том, как Христос вел себя на гробе своего друга Лазаря. Христос там, на гробе прослезился. Христос. Что еще хотят? Чтобы мы были каменные как извояния, как буддийское божество бесстрастное такое, чтобы нам было все до фени хулу и клевету приемли равнодушно. Такого не будет. Это ерунда, это фантазия. Мы не каменные, у нас простое, живое человеческое сердце. Мы будем плакать и будем... Вообще можно всячески... У нас еще это не принято, например, посыпать голову пеплом. У нас не принято это. Это просто идиоматическое выражение. На самом деле хорошо было взять и себе насыпать пепло на голову, а потом, когда слезы текут, этот пепел по морде размазать, чтобы ты был весь грязный. И одеть на себя грязную одежду и порвать ее в нескольких местах, как это раньше делали, знак траура. Но мы этого не делаем, мы очень сдержаны во внешних проявлениях, мы научены как бы так марку держать. Но, слушайте, смерть это не тот случай, когда надо держать строгую марку. Веди себя как хочешь, в конце концов. Когда у тебя что-нибудь случается серьезное, ты получаешь свободу от условности. Тебе вдруг как бы сказать извиняюсь, мне плевать на то, что вы скажете. Плакать, не плакать, я хочу и плачу, и буду плакать. Идите в баню. Умные тоже понаходились. Он мечется, он разрывается. Слушайте, кто вам сказал, что он мечется, разрывается? В общем, это все ерунда, то, что вам сказали. Не плачь, молчи, он мечется и разрывается. Плачь сколько хочешь. Вой прямо в голос, как бы, пусть соседи просыпаются за стенкой. У тебя умер муж, что ты хочешь вообще? Вой, плачь, как бы, бейся головой, об паркет, как бы, рви на себе волосы, посыпай голову пеплом. Что хочешь, то и делай. Это у тебя полное право, как бы, выражать свою скорбь, как хочешь, в рамках действующего законодательства. Особенно у себя дома. А молиться нужно, конечно, насколько это вот возможно, утром, вечером, как вот делать, на могиле, в храме. То есть молиться Богу о том, что простил его Господь, упокоил его Господь, помиловал его душу и так далее, и так далее. То есть христиане, это не люди из стали совсем. Кто вам сказал? Они должны иметь другие мысли, должны иметь другие, так сказать, намерения житейские, интенции, так сказать, другие. Но они из плоти и крови. Они люди. Нам никто не обещал, как бы, сменить нашу человеческую биологию, как бы, значит, на какую-то природу киборга, какого-то такого, трансформера. Нет, мы сохраняем свое слабое человеческое сердце, поэтому не нужно глупостей говорить скорбящему человеку. Пусть скорбящий скорбит, как хочет. Тоже мне понаходили еще специалисты в смертной области. Плачьте себе на здоровье и молитесь. Растворяйте слезы с молитвой, молитву со слезами и ходатайствуйте о нем перед воскресшим из мертвых Иисусом Христом, чтобы помиловал его, этого вашего супруга, простил ему согрешения вольные и невольные. праведнику закон не лежит. Вообще в самых сильных эмоциях тут подсказчики не нужны. Как пережить расставание с тем, кого полюбил. Встречались год, прям совсем нос повесил. Ну, Дмитрий, я понимаю вас, ну что ты скажешь. Даже вон, Алла Пугачева и та вас понимает. Помните, у нее песня была такая? Как же это все мне преодолеть расставание маленькая смерть? Вот, не знаю, что она еще умного спела, но это умные слова. Ну, правда, она не автор текстов, конечно, там тексты пишут, какие-то поэты-песенники, но вот, как бы, вот, хорошие слова. Прям в точку. Прям про вас. Подружился, познакомился, пообщался, прилепился, привык, уже там какие-то планы построил, потом бац, разрыв. Это ты уже, пророс душой в человека, человек пророс душой в тебя, потом, бам, разорвались, как бы, и ты что-то там оставил в ней свое, она что-то оставила в тебе свое, и ты ходишь, как непрекаянный, как бы, и мучаешься. Так оно и есть. То есть, вы переживаете опыт смерти, маленький опыт. Это опыт расставания, он очень похож на опыт смерти. Потому что в смерти же есть расставание. Это очень болезненная вещь, вообще расставаться очень неприятно. Даже вот, если любят друг друга люди, там муж, жена, там жена, там провожает мужа в командировку, там, на какие-нибудь 4 дня несчастных, там, какой-нибудь там, час лету на самолете, а будет, понимаешь, переживать, и может даже и всплакнет, хотя прожили уже там 25 лет, допустим, да, и он будет там переживать, и звонить будет, и там, быстрее бы домой вернуться. Потому что расставаться нехорошо, это очень болезненно. Как же это все мне преодолеть? Расставание, маленькая смерть. Так что впитывайте в себя опыт этого умирания, расставания, а дальше жизнь там будет вам всякие кренделя подбрасывать, и будут новые какие-то события, которые будут вытеснять старые, по крайней мере оттеснять их на задворке памяти. То есть новое всегда перебьет старое. То есть что-то сменится, что-то там возникнет новое, это развеселит вас, утешит, развлечет, потом опять больно ужалит. Ну, так мы и живем. Ничего другого вам не светит. Земная чаша, она не есть чаша меда. Это чаша меда с полынью вместе. Микс такой. Дай Бог терпения. Почему одним все, другим ничего? Хороший вопрос. Мы сами творим свое будущее, или Бог нам дает нашу судьбу? Стремиться к большему или довольствоваться тем, что есть? Олега. Слушайте, если вы довольствоваться тем, что есть, не будете, и не будете благодарны за то, что есть, и не будете правильно к этому относиться, и максимально использовать возможности из того, что есть, то у вас не будет большего. Или большее будет вам, ну, не в пользу. Это очевидно. То есть начните благодарить за то, что есть. И не желайте особо большего, но если это большее прям очевидно, и оно возможно, то лучшим воспользуйтесь. Ну, что тут? Как бы тут слишком общие вопросы. Почему одним все, а другим ничего? А кому все? Вот вы спросили такую глупость такую, а кому все? Сейчас вы скажете, что там десятки людей из первых из списка Форбс, например, да, вот им все, типа, да? А что все? Они что, не умрут? Они что, не болеют? Что им? Там не изменяют жены? Что они там не вынуждены своих детей под защитой там многочисленной охраны вооруженных зубов всю жизнь, как бы, значит, там в туалет с охранниками ходят? Что все? Что у них все? Что у них страхов нет? И что их там, значит, они купили себе гарантию, что они в ад не попадут? Что вообще? Что это за такой вопрос? У одних все, у других ничего. Что значит все? Представляете себе миллиардера, который сидит на коляске, например, и питается манной кашкой, вот уже пять лет, как бы, значит, потому что ему сделали резекцию желудка какой-нибудь, да? А вы, например, здоровая девушка, молодая, веселая, которая живет в квартире размером 20 квадратных метров, но зато веселая, здоровая, как бы, значит, и это самое, и как бы наслаждаешься жизнью, как бы, значит, этот миллиардер бы с удовольствием поменял свою коляску и миллиарды, как бы, на твое здоровье и молодость. Понимаешь? Что все имеют вообще? Ты подумай только, посиди, Оля, и посиди, как бы, попытайся свой женский умиш, как бы, сменить на более серьезное, как бы мужское размышление, как бы, что, значит, все имеют другие? Кто эти другие? Покажи мне их. Покажи мне людей, которые не болели никогда и не будут болеть, которые не умирали никогда и никогда не умрут, у которых не умирают родители или там родственники и близкие, которым ничего не угрожает. Покажи мне этих людей. Ты не покажешь, ты ноги стопчешь, ты всю вселенную обойдешь, и ничего не получится. Поэтому здесь, очевидно, как бы, есть такое вот, душа расширилась, как бы, чтобы проглотить весь мир, как бы, прошлых. Но пока глотать нечего. Надо, конечно, успокоиться. Вот в этом состоянии надо успокоиться. Ты половину хлебца добыл в пищу, тебя согрело бедное жилище. Ты раб ничей и господин ничей. Воистину везет тебе дружище. Понимаете? Вы будете счастливы, если вы, если над вами не стоит никто с плеткой, как бы, и вы никем не командуете. И хлеб есть, как бы, я здоровая, и молодая, и все еще впереди. Все могу. Слава Богу за все, я все могу. И пошла на три работы, как бы. Если ты хочешь денег, заработай. Хочешь счастья, заслужи. Хочешь детей, роди. Хочешь мужа, вымоли его себе. Хочешь улучшения жилищных условий, молись Богу и трудись. Ты что думаешь? Это что, простые слова, что ли? Фу. Все возможно верующим. А завидовать нельзя никому. Выучились дочке семи лет отче наш символ веры. Молимся перед сном. Дочь просит еще выучить молитву. Стоит ли и какую? Конечно, стоит. Выучитесь вслед за отче нашим символом веры. Надо выучить Богородице, Деву, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобой. Благословен ты в женах, и благословен плачь реву твоего, яко спас, родилась душа наша. Потом выучить нужно. Спаси, Господи, люди твои, и благослови достояние твои, победы на сопротивное дару, и твоя сохраняя крестом твоим жительство. На пару недель вам хватит работы. А потом напишите еще, я вам еще подскажу. «Оскорбил я отца своего», пишет Сергей. «Осознал, попросил прощения, но отец не желает прощать, он не желает общаться. Как быть? Потерпеть. Дорогой Сергей, потерпеть. Вы попросили, вы осознали свою ошибку, попросили у папы прощения, теперь остается дело за папой. Папа должен простить. Папа не может не простить сына, он должен простить его. Потому что вы одна кровь и одна плоть. И он должен будет смириться, а вы подождите. Может быть, папа гордый, может быть, папа Евангелие не читал, не знает, что такое слово «прощать», может быть, он считает, что справедливость выше прощения. На самом деле, милость выше суда. И милосердие, и прощение, снисхождение – это выше справедливость. Выше. То есть милость превозносится над судом. Поэтому будем ждать, когда папа смягчит свое сердце и сделает шаг вам навстречу. А вы еще через некоторое время еще попробуете сказать ему «папа, прости меня, еще раз тебя прошу». Я понял все, я был неправ. Подберите слова какие-то, попросите еще раз. Что-нибудь сделайте хорошее для отца. Что-то купите, принесите с собой, что-то, не знаю, там, приготовьте, там, не знаю, подарите, что-то такое, позвоните, там, скажите. Короче, продолжайте стучать в эту стену, потому что сказано, что стучащему отворят. То есть стучите. Вам откроют непременно. Продолжайте стучать. Только не настырно, а с перерывами. Постучал в двери отцовского милосердия, получил отлуп. Подожди недельку, через недельку еще постучи. И так вот стучите, стучите, и вам отворят. Папа скажет, что-нибудь скажет вам хорошее, или просто обнимет вас и скажет, ладно, все, забудем. Так что продолжайте трудиться ради прощения, ради примирения с своим отцом. Ну и крайний вопрос. На сегодня пишет Михаил, Господь самый главный пророк, ведь так можно сказать. Можно. Собственно, что пророк-то так все знает. Понятно, что собственную волю он знает во всей полноте. Да? Если Господь все знает, значит, еще до создания мира он знал, что Адам пустит в мир грех. И в итоге мы придем к концу времен. Если все это известно изначально, тогда какой смысл нас наказывать, отправлять в ад, если грехи от нас не зависят? Несколько теоретических вопросов, расшарпанный такой, но вообще на самом деле все можно на него ответить. Дело в том, что грех как возможность был, именно как возможность. Если бы не было возможности нарушить волю Божию, то Адам не был бы свободен. Если он был бы запрограммирован на исполнение воли Божией ни вправо, ни влево, он именно был наделен свободой, при которой ты можешь делать то, что тебе говорят, а можешь не делать. А можешь делать не то, что говорят, а что-нибудь другое. Это и есть свобода. А если ты, например, понимаешь, что я могу, например, это сделать, и это сделать, а это могу не делать. А нужно делать вот это. Вот при всех этих возможностях я сделаю вот это. Это и будет правильное использование свободы. То есть этой возможности и даны были ему, Адаму, для того, чтобы он закалил свою свободу в исполнении заповедей, чтобы он слушался волей Божией. То есть грех был возможен как потенция, но он не был обязателен. Ну, как один пишет, Владимир Лоский пишет, что если на корабле, вы зашли на палубу корабля, и на корабле есть спасательные шлюпки и спасательные круги. Это не значит, что корабль сейчас на середине моря начнет тонуть, и вы будете спасаться этими кругами, шлюпками. Нет, эти шлюпки и круги находятся здесь на случай катастрофы, на случай аварии. Они обязательно. Они нужны на случай. А случая может и не быть. Вот точно так же и Адам мог грешить, а мог не грешить. И тогда уже раздваивается дорога. Если согрешил, поехали вот сюда, а не согрешил, пошли вот сюда. А потом опять какое-то искушение, соблазн. Он поддался соблазну, полетели вот сюда. А не поддался, дальше пошли, выше, прямо и хорошо. Понимаете? То есть множество вариантов было развития событий. Множество вариантов. То, что выбрал Адам, то мы на себе несем. Мы несем на себе один избранный Адамом вариант, который тоже вписывался в Божьи планы, потому что нет ничего, чтобы не вписалось в его план. Но он, конечно, хотел, чтобы мы шли прямо. А мы упали и полетели вниз. И он спас нас уже, подхватил нас уже внизу. Так что есть за что наказывать человека. Ведь вы же можете грешить, а можете не грешить. Поэтому если вы, например, употребляете свою свободу и волю на то, чтобы сопротивляться позывам соблазна, вы говорите, не введи нас в искушение, не введи нас в напасть, как у Луки пишется, но избавь нас от лукавого. Получите награду. А если вы что-нибудь другое говорите, да, что там, это самое, за что меня еще судить? Да не за что. Вот буду делать так, как я хочу. Тогда будьте наказаны, потому что вы попрали свободу и придумали себе самооправдание. Вообще, всеведение Божие никак не изменяет грехи человеческие. То, что Бог знает, может, видит, помнит, предвидит наперед, это никак нас не извиняет. Мы не за Бога отвечаем, мы за себя отвечаем. То есть нам даны законы заповеди, дана совесть, дан разум. Для того, чтобы мы отсеивали худшее от лучшего, избирали правый путь. Это наша задача, наша работа, от которой отпал Адам еще вначале. В общем, мы сегодня вроде бы дошли до края вопросов. Ну, а нас впереди ждет Рождество уже скоро, братья и сестры. Поэтому молитесь много, молитесь с радостью и с любовью к Иисусу, имеющему родиться вскоре в Вифлееме Иудейском. Читайте Писание Святое, живите в мире, и да поможет вам воскресший из мертвых Иисус Христос Господь. Аминь. До свидания.